В мусоре не видно двора. Жители дома номер 5 в 12 микрорайоне жалуются на антисанитарию. То, что здесь так грязно, не их вина. Рядом магазин «Горняк», там же расположен стихийный рынок. По словам возмущенных жителей, продавцы, недолго думая, тащат мусор к их дому. Более подробнее в репортаже Мирамгуль Салкинбаевой. Мы посреди помойки живем. Мы на улицу выйти не можем. На балкон выйдешь, там помойка, из-за рынка дышать нечем. Во двор выйдешь, здесь помойка, из-за этого всего тоже дышать нечем. Детям нашим вообще играть негде, площадки нет. Нас оккупировали они все. Все вот. Вообще для нас здесь скоро идут. Около подъезда встанут наших и будут торговать. А власти, чиновники сидят, никакие меры не принимают. Территория вокруг дома номер 5 в 12 микрорайоне Майкудука занимает непочетное первое место в списке самых грязных дворов Караганды. Детскую площадку здесь даже и не заметишь, потому что она погребена под слоем бумаги и мусора. Жители с прошлого года обивают пороги Акимата города. Но все безуспешно. С прошлого года ездим в Акимат. По поводу этой помойки, по поводу рынков. Встали под наши окна. Шум, голдеж. За эти места с 6 часов утра дерутся. Окно невозможно открыть. У меня окно на ту сторону, балкон там на той стороне. На балкон невозможно выйти. Жильцы этих домов тоже не понимают, за что платят деньги. Двор, говорят возмущенные люди, одна сплошная помойка. Ходить в администрацию города стало для жильцов традицией. Акимата не навещают каждую пятницу. Вот дороги нет. Пешком даже нельзя выйти. Идешь, костыляешь, а он звонит, давай ему дорогу. Я должна спотыкнуться, но дорогу ему дать, чтобы он проехал. У нас нигде тут пройти нельзя пешком. Огромное количество коробок и бумаг. То, что происходит во дворе пятого дома – это вина продавцов. Рядом с домом находится магазин «Горняк», возле которого расположен стихийный рынок. По словам жителей, продавцы долго не думая, тащат и бросают мусор прямо рядом с жилым домом. К вечеру в ящиках от самой мусорки и до горняка. Завали на ящиками. Обращались, сходили. Никто никакого внимания. А они говорят, не наш мусор. Ну это как ни их мусор. Откуда берется мусор? Это в первую очередь надо браться за мусорку и за вот эти магазины. Пусть они что-то себе делают, чтобы свои ящики. Однако администрация магазина так не считает. Наши технички складируют. Сначала разбирают коробки, потом складируют их. А куда коробки носят в ваш магазин? Сейчас покажем. А вот этот мусорки и до горняка. Это не мой магазин. Если вы хотите порядок навести, наведите порядок у себя там, вот сзади. А у нас четыре контейнера, в горняке четыре контейнера, да. Плюс мы бумаги собираем, у нас есть специальный склад. Приезжает, звоним, полный склад. Бумаги, картоны, коробки увозят. А вот уборщица магазина Светлана Каравянская уверяет, что КСК их контролирует регулярно. Складируют картонные коробки, они по всем правилам. Мелкий мусор мы складываем в сумки, выносим в контейнера. По коробке у нас продавцы их разбирают, мы собираем, выносим сюда в углярку. Когда мы ходим, мусор постоянно вносят оттуда. Постоянно доски, постоянно мы говорим администрации. Администрация говорит, эти мусор кто убирает, они постоянно ругаются, что загромаживают. Вот это все. А мы все, у нас заполняется полностью, два раза в месяц у нас вывозится. Представители Акимата Октябрьского района пообещали, что все торговые точки, которые незаконно продолжают свою деятельность, будут ликвидированы только к концу года. Я думаю, в этом году конкретный срок не утвержден, но мы постараемся к концу этого месяца вывезти все киоски и контейнера, которые там стоят незаконно. Я думаю, уже от этого будем отталкиваться и будем ускоряться, чтобы освободить территорию. Виноватого в этой истории нам выяснить так и не удалось. Чтобы наказать настоящего нарушителя, нужно сидеть в засаде и ловить за руку. А вот жители 12 микрорайона 5-го дома будут и дальше бороться с антисанитарией. Мирамгуль Салкимбаева, Толеген Рашид, Марат Культенов, Первый Карагандинский.